Это, наверное, самая необычная площадка. Мы сегодня все были в таком каком-то состоянии обескуражены, потому что тут как-то такая атмосфера. Действительно, город-призрак, как нам сказали, что это и так проглядывается, все-таки заросли, в общем, очень так феерично. Забираем костюмы. Вообще, духовая музыка – это музыка улицы, музыка парка. И в натуральную обстановку попасть с духовой музыкой – это по старым меркам естественное явление. Сегодня же духовые оркестры не так часто можно услышать на улицах, в парках, на набережных. Поэтому это одна из форм, привлечивающих внимание и администрации, и будущих поклонников. Девушки отдыхают. Театральная постановка или концертная, когда выносится на ландшафт, она меняется во многом. Зачастую к лучшему, потому что для актера, для артиста всегда возникают какие-то новые возможности и даже своего рода необходимости, да, то, что что-то поменять в своей манере существования. Это фото зона, что ли? В Челябинске. В Челябинске. В Челябинске. В какой? В Александровне. Общее фото, да. Вот это фото. Вот туда на фото. На крапиву, да, получается? А кто фоткает? Спасибо. Я с тобой. Давай, царица Шимаханская. Стартуем. Очень быстро нужно включаться, моментально перестраиваться, что-то придумывать сразу на ходу. Вдруг какой-то звук, его нужно оправдать. Ты, Леша, не заброшу. А вот что я видела? Кепочкой машет. Ну, а чего же в такой вечер не в парадном? Я не знаю, куда я его бросила. Это было... Аккуратней! Хвостик. Так, что я... Эй, градсмейстер, ну да. Вообще ландшафтный спектакль без вот такой площадки построенной, это вписать локацию. Может быть, их несколько, этих локаций, когда зритель с локации на локацию переходит. Или они вписывают совсем вот всю окружающую среду. И вот некое соревнование, кто лучше это сумел сделать. То есть это такая проверка на прочность. Нужно же переиграть природу, красоты, чтобы тебя слушали, на тебя смотрели. Вперед, там-там-там-там-там-там-там-там-там. Хоп, торрес, 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 торрес. Пошла, Юля. Первая, вторая, третья, двадцать первая. Страшно, что можно поскользнуться, что есть определенные технические сложности, с которыми не сталкиваешься в зале в обычном. Но это здорово. Это такое тоже единение с природой, когда ты поскальзываешь на дождевой воде. Наверное, это тоже где-то свою прелесть есть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Погода способствует к тому, чтобы посещать такие мероприятия. Поднимается настроение. Я очень довольна. Здесь одно только полыхание ветра, одно только какое-то вот качание, которое находится именно вот в этих вот переходах воздушных масс, оно уже дает массу эффектов, и я просто наслаждался тем, что не нужно вот этих вот специального форсажа давить, давить, чтобы публика, ну, довести ее до какого-то там катарсиса. А вот именно кайфовать, вот как птица. Субтитры сделал DimaTorzok